Поёт Ольга Ивановна Манечкина. 13 лет назад она ушла из жизни, но каждый год есть один день, когда над родным селом льётся её голос. Это традиция фестиваля, включать старые записи фольклорного ансамбля и вспоминать первый состав коллектива. Тех, кто по крупицам собирал местные напевы, кто снова надел старинные костюмы и сделал их, как сейчас модно говорить, трендом. Правда, тогда и слова такого не было. Заинтересовала всех наша фольклорная традиция. Она у нас давно, 300 лет. Вот наш костюм, 300 лет. Это Панёва. Но в 80-е годы это был такой всплеск, когда с Москвы поехали Шуров, Медведева Вера Николаевна. Музыковеды, фольклористы, преподаватели и студенты институтов культуры вереницами потекли в подсереднее прикоснуться к аутентичным напевам. Каждый русский человек мечтает побывать в столице нашей родины в Москве. Так каждый фольклорист мечтает побывать здесь, в Алексеевском районе Белгородской области, потому что это фольклорная столица России. Друзья, какая вы богатая территория, богатый район, традициями, ремеслами, песнями. Вы замечательные. Я хочу сказать тем, кто чуть-чуть помладше, не дайте этому уйти и умереть. Подхватите. Уже подхватили. В подсереднем более 20 лет существует детский фольклорный коллектив «Калинка». Руководит им дочь Ольги Манечкиной. А вы знаете Ольгу Ивановну? Да. Это Екатерина Петровна, мама, которая ездила во всей стране и выступала с русскими народными песнями. Мы поддерживаем нашу традицию. Ольга Ивановна Манечкина, она очень много пела, а мы это продолжаем. Еще одна добрая традиция фестиваля – большое шествие. Все участники, любители, исполнители фольклора идут по главной улице села с песнями, конечно, к памятнику Певуньи. Впереди шествие под Срединский фольклорный народный коллектив. Ему в этом году исполняется 70 лет. Стоит задуматься. Коллектив образовался через пять лет после Великой Победы. Песня на этой земле исполняется и в горе, и в радости. Наверное, поэтому традиции тут и сохранены. Причем не только песенные. Кто вас научил? Бабушка из запряхи, а я запряху. На сучу жучков, она ругалась. Ну, а все прощала. А что значит жучков на сучу? А вот так вот, сжукалась пряжа, вот, сжукалась. Это круто называлось. А я же-то еще не умела, и жуков этих накрутила. А на тогда пряжа нехорошая получалась. Вообще трудно это? Возможно этому научиться? Сейчас. Пожалуйста, садись, я покажу. А теперь руками. Подождите. Это как в швейной машинке, только почему-то я не могу. Ой, вот это жук, наверное, получился. Ну, ладно. Это тепло рук человеческих. Вот вся ниточка, это вот каждый сантиметр, миллиметр, это касалось вашей рук. Словно это шерстяная нить, не рвется связь с историей на Алексеевской земле. Подлинные наряды, говор, песни, картинки из жизни. Там что, перина? Да, настоящая. Перина. Настоящая. А где взяли? Достали от бабушек. И когда ложишься, как в облако проваливаешься, и согревает, и в то же время не жарко. Колыбельные пели бабушки, конечно же, когда спать укладывали. Подушечки взбивали, перинки взбивали перед сном, чтобы сны сладкие были. Десятки площадок, сотни исполнителей, больше тысячи зрителей. Фестиваль состоялся. Многие из присутствующих знали и помнят Ольгу Манечкину. Их воспоминания о встрече с ней – тема еще ни одного сюжета. Хотя есть во всех рассказах одно общее. Когда льется над селом голос Манечкиной, все вспоминают ее доброту, открытость и любовь к песне. Татьяна Куликова, Александр Квитко. Такой день на мире Пелагория. Субтитры создавал DimaTorzok